МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 20.30 в Новосибирске области. В прямом эфире информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И прямо сейчас коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он родился в 1906 году и был призван на службу в 1941. Он дошел до Берлина и заработал две медали. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. В Новосибирске стартовала всероссийская акция памяти героев. Вот наркоманы, шесть человек, уже в течение 10 минут, оббежав всю эту гору, ищут в закладке. У нас дети гуляют. Вот они, на плюшках катаются. Первыми жертвами наркотиков становятся животные. Как оградить детей от многочисленных закладок в сугробах? В процессе сжигания топлива образуются дымовые газы и зола, которые улавливаются в циклоне, а дымовые газы выходят вверх, в вытяжку. Сибирские химики научились сжигать отходы. Как заставить гореть мокрый ил? И почему коммунальщики не хотят использовать научную разработку? В Новосибирской области сегодня начали отмечать День защитника Отечества. В этом году праздник попадает на воскресенье, поэтому торжественные собрания прошли в последний рабочий день этой недели. В этом году, в году памяти и славы воспринимаются по-другому. В первую очередь мы вспоминаем самых главных защитников нашего Отечества, победителей, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тем людям, которые обеспечили ту самую разнообразную, интересную историю для нашей страны и обеспечили будущее нашим поколениям. Отметить трудовой вклад Новосибирска в разгром фашизма поддержали и представители Всероссийской общественной организации «Офицеры России». Напомню, общественность активно обсуждает тему присвоения Новосибирску званием города трудовой доблести. Для фронтовиков Новосибирск – кормилиц, снабженец, сестра милосердия. И не случайно проект эстафета памяти «Все для фронта, все для победы» стартует в Сибири. Сегодня вручают памятные награды представителям предприятий Новосибирска, которые прославили его в годы войны. Производительность эвакуированных заводов шокирует и сегодня. Выпустили более 125 миллионов боеприпасов. 27% всех боеприпасов, которые были израсходованы действующей армией. Например, завод «Шкалова» осенью 1941 года принял на свою территорию пять предприятий, эвакуированных под носом у наступающих немцев. Привезли станки и 9 тысяч сотрудников. Буквально с колес начали работу. Выпустили за войну более 15 тысяч истребителей. Мой отец, начальник отдела технического контроля завода все годы войны, ну, представляете, степень ответственности на таком предприятии, жил на заводе, и я с ним познакомился с отцом своим только после войны. К слову, с тех пор Новосибирс стал, как принято сейчас говорить, авиационным кластером. Следом за заводами приехала наука. В Новосибирске организовали филиал Центрального аэрогидродинамического института, легендарной ЦАГи. Сейчас это Сибня. В частности, на нашем предприятии есть такое направление, как «Крылатая память победы». Соответственно, самолеты Великой Отечественной войны, они восстанавливаются, они востребованы хотя бы для того, чтобы люди помнили это. Это важно. Умение сибиряков хранить память отмечает Организация офицер России. Например, сегодня награждают Владимира Смирнова. Четырехкратный чемпион мира по вертолетному спорту он на личные средства организовал в Коченевом музее авиации, где в годы войны базировалось летное училище. Армия всегда защищала, стояла и будет стоять на защите интересов нашей страны. И чем сильнее армия, тем сильнее мы. Тем спокойнее мы будем спать, тем спокойнее будет отдыхать, тем спокойнее будет жизнь. Армия сильна тылом. И тут вклад Новосибирска бесценен. Поэтому предложение Организации офицер России присвоит звание. Город трудовой доблести не находит возражений. Константин Клещин, Борис Гладких, Новости ОТС. Закладчики и кладоискатели, те, кто прячут наркотики, и те, кто их ищет днем и ночью, доставляют немало беспокойств обычным гражданам. К нам в редакцию обратили жители новостроек, рассказали о неизвестных, которые в поисках запрещенных веществ перерывают горы снега во дворах. В Кировский район отправился мой коллега Станислав Блинов. Видите, какая собака такая. Сегодня, глядя на жизнерадостную собаку Юку, не скажешь, что еще несколько дней назад она лежала под капельницей. К ветеринару ее увезли прямо с прогулки. Диагноз – острое отравление наркотическими веществами. Хозяйка собаки Карина живет в панораме уже три года. Отмечает, в последнее время количество наркокурьеров выросло, и пострадать из-за них могут не только животные. Вот наркоманы, шесть человек, уже в течение десяти минут, оббежав всю эту гору, ищут закладки. У нас дети гуляют, вот они на плюшках катаются, жители домов с собаками. Им все равно, они ищут закладки. Закон действия закладчиков расценивает как нелегальный сбыт наркотических веществ и наказывает лишением свободы от 4 до 20 лет. На обращение людей в полицию обещают увеличить количество патрулей в этом районе. По возможности. А сами жители панорамы стараются подключить жилой комплекс к проекту «Безопасный город», чтобы с помощью камер видеонаблюдения остановить распространение отравы. Станислав Блинов, Алексей Погодин, Новость ОТС. Крупнейшая выставка «Строительная Сибирь-2020» стала уже историей. Всю эту неделю в экспоцентре российские и зарубежные компании представляли новые технологии и материалы. Инновационные разработки помогают и строить быстрее. И для смены интерьера вариантов становится больше. О самых интересных. Сергей Толмачев. Каждый из нас периодически задумывается о том, как сменить интерьер, в котором мы живем. И мы начинаем мерить стены, ходить по магазинам, прикидывать, как сочетаются между собой обои. Всего этого можно избежать, если просто надеть очки виртуальной реальности. Эту воображаемую студию создали два молодых новосибирских архитектора. Хочешь цвет краски подбирай, хочешь сантехнику. И даже мебель можно переставлять по желанию. Сейчас проект дорабатывают, чтобы не только объемы помещения учитывать, но и конструктивные особенности стен и коммуникаций. Мы хотим это еще сделать для самих рабочих, которые могут, например, прийти в квартиру пустую, навести на стены, увидеть все коммуникации в X-Ray, в рентгеном. А потом посмотреть, из чего состоит пол. То есть он там раскрывается, грубо говоря, и весь этот пол можно увидеть, из каких частей он состоит. Поменять оборудование. Реальные интерьеры на этой выставке могут впечатлить даже самых требовательных. От векторианской эпохи до хай-тека. А современные материалы позволяют, например, визуально превратить газобетонные блоки в камень. Специальная краска создает на поверхности особенную фактуру. Технология вода обернута водой. То есть это маленькие в акриловой капельке краски, обернутые в акриловой пленке, находящейся в акриловом молоке. Сейчас я вам покажу, как эта краска... И инновационность ее заключается в том, что при одном нанесении мы получаем сразу же эффект гранита. И даже зеркало при желании становится экраном. Это у папы Карла камин был просто нарисованным. А здесь полная имитация живого огня. Весь фокус в технологиях. Напыляется вообще само стекло. Напыление идет из нитридо-титана. Размечается сюда сам проектор, то есть телевизор. Можно мониторить, либо телевизор. И выводим любое изображение. Для строительных материалов сегодня главные требования — легкость, прочность и долговечность. Это полимерная пленка. Ее изначальное предназначение — изолента для космонавтов, чтобы радиацию и температуру выдержало. Сейчас из нее можно возводить конструкции огромных размеров, например, стадионы. Выдержат нагрузку в 300 кг на квадратный метр. Принцип как у пластиковых окон, только вместо стекла пленка в несколько слоев. Пленка выпускается шириной полтора метра. И чтобы сделать ее широкой, нужно одну пленку приводить к другой пленке. Для этого нужно, собственно, это уникальное оборудование, которое позволяет эту пленку сваривать. Склеить ее невозможно. У нее адгезина, убивая каким бы то ни было клеям. Она не боится ни ацетона, ни другого растворителя. То есть, словно граффити для нее не страшно. Многие из этих разработок пока не каждому по карману. Но любая инновация стремительно дешевеет всего за несколько лет, когда расширяется рынок сбыта. Изобретатели работают на перспективу. А наустроительные отрасли впечатляющие. Сергей Толмачев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Нечистоты Омска будут сжигать по новосибирской технологии. Ученые из Академгородка разработали эффективный способ утилизации иловых осадков с точных вод с использованием катализатора. Мой коллега Анатолий Харитонов узнал, почему изобретения до сих пор не внедрили в нашем регионе. Лабораторные испытания увенчались успехом. С помощью универсальной установки, сконструированной в институте катализа, можно утилизировать иловые осадки с точных вод. Их сжигают в специальном реакторе. Реактор представляет собой металлическую трубу, в которой находится слой катализатора сферических частиц размером 1-2 мм. В процессе сжигания топлива образуются дымовые газы изола, которые улавливаются в циклоне, а дымовые газы выходят вверх в вытяжку. По словам Юрия Дубинина, кандидата химических наук, проблема утилизации отходов актуальна для российских городов. Современные технологии недостаточно эффективны, либо слишком дорогие. Чего не скажешь о сжигании ила в кипящем слое катализатора. Этот способ, говорит ученый, прошел государственную экологическую экспертизу и заинтересовал работников Омского водоканала. Идет строительство первого этапа завода по утилизации иловых осадков с точных вод именно города Омска. Уже смонтировано основное оборудование на этом объекте, произведен пробный пуск. И в течение этого года будет, собственно, пусконаладочная работа будет произведена. И, скажем так, установка выйдет на операционные режимы, на постоянную эксплуатацию. В Новосибирске людей гораздо больше, чем в Омске. Отходов тоже. 4 тысячи тонн только за одни сутки. Но сотрудники нашего горводоканала внедрять изобретения ученых не спешат. Применяют метод депонирования. Продукты жизнедеятельности обрабатывают, сгущают до определенной консистенции. Уровень влажности должен быть 75%. И хранят на экологически безопасных площадках, недалеко от поселка Кудряшовский. Через 10-15 лет накопленную массу можно использовать в качестве биогрунта. Выращивать на нем зерновые культуры. Одним словом, все, что идет в пищу, разумеется, нельзя. А вот, например, деревья можно. Опыт уже есть. Взгляните, здесь возле трассы северного объезда когда-то был карьер. Песок добывали. Потом провели рекультивацию территории, завезли осадок с очистных сооружений, засыпали все черноземом. И вот результат. Сосны растут. И все же заместитель директора Новосибирского горводоканала говорит, не исключено, что в будущем предприятие возьмет на вооружение технологию сжигания осадка. Никто не запрещает нам этот осадок, который у нас на очистных сооружениях накапливается, сжигать в дальнейшем. Следующий вопрос, как будет использоваться зова, образующаяся вот этих установок. Хранить такую зову очень тяжело. Сразу говорят люди, ну их надо размещать в промышленность строительных материалов, в плитку. Я не думаю, что если в паспорте плитки будет написано, что она сделана с применением зовы, полученное сжигание осадка, это повысит ее как-то рыночную привлекательность. Нюансов много, говорят специалисты. Наши земляки уверены, прежде чем строить завод по сжиганию иловых осадков в Новосибирске, нужно учесть опыт соседей Омского водоканала. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, Антон Мамаев, новости ОТС. Большой детский городок построят в поселке Гвардейский уже этим летом. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Травников. Задача на текущий год и ремонт домов военнослужащих, и реконструкция дорог. В свою очередь представители Глуховской дивизии и ракетных войск рассказали главе региона о новейшем вооружении, тактике и маскировке. Например, надувных танках, с помощью которых можно легко обмануть любую воздушную разведку. За то, что наши оппоненты уже сегодня не просто имеют островку, а уважение к ядерному счету России. За то, что Глуховская дивизия достойно представляет ракетные войска стратегического назначения на территории Новосибирской области. Мы всегда этим гордимся. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Ежедневно с автовокзала Новосибирск-Главный в путь отправляется порядка 170 пассажиров. Увеличивается и количество рейсов. Если в момент открытия автовокзала их было 25, то сейчас уже 61. Нет в биологии вопроса зачем, но как получились эти реакции, что такое стрессовая реакция, что, собственно, природа таким образом добивается. Юные музыканты буквально заполонили Центр культуры НГТУ. На первом этаже выступают гитаристы, на втором – баянисты и аккордионисты, а на третьем ансамбле. Ошибки на пилонах монумента славы исправят в апреле, заявила директор Новосибирского горзеленхоза. Сотрудники этой организации заменят металлические буквы в фамилиях фронтовиков, которые не вернулись с войны. По данным специалистов, пока известно о 12 неточностях. Потомки ветеранов обратились с заявлениями в музей областного центра, принесли справки из военкомата, также документы, подтверждающие родство с погибшим. Не исключено, что досадных описок гораздо больше. На плитах увековечены 30 266 фамилий красноармейцев. Некоторые даже разглядеть трудно расположены, они очень высоко. В настоящее время в горзеленхозе находится порядка 50 ящиков с буквами. Все буквы, все фамилии, которые там расположены на табличках, они не относятся к объектам культурного наследия. Это наборные элементы. В них можно вносить исправления. Мы будем устраивать такие акции, возможно, перед каждым 9 мая. Потому что не все еще знают о том, что можно отнести свои документы, свое заявление в музей города Новосибирска и исправить какие-то исторические неточности, восстановить справедливость. Наш город присоединился к всероссийской акции «Дорога памяти». Жители региона могут оставить информацию и фотографии родных участников Великой Отечественной войны на специальном портале или принести на почту. Данные внесут в единую базу. И к празднику Великой Победы эти материалы станут частью мультимедийной галереи в подмосковном парке «Патриот». Уникальные фотографии участников Великой Отечественной. Письма родным, медали. Теперь все это будет в общем доступе. По всей России идет сбор данных о фронтовиках. Акция продолжается 4 дня. И за это время уже собрали 10 анкет об участниках Великой Отечественной войны. Истории разные. Здесь и эвакуированы из Сталинграда, и танкисты, и солдаты, узники концлагерей. Но есть и те, о ком родственники практически ничего не знают. Ушел на фронт и без вести пропал. Такие записи встречаются часто. Эта пожелтевшая фотография занимает почетное место в семейном альбоме Малышевых. Пятое поколение, внуки Руслан и Артур, историю своего родственника знают наизусть. Молодой прапрадеда зовут Зайков Иван Ильич. Он родился в 1906 году и был призван на службу в 1941. Он дошел до Берлина и заработал две медали. Данных сохранилось очень мало, но завоеванные награды, Орден Великой Отечественной войны второй степени и медаль за отвагу говорят сами за себя. Эта фотография была сделана весной 1945 года. Это единственная семейная реликвия, это единственная память о нашем деде. И дед нам оставил послание, посылаю вам свою фотографию на память своему семейству. Акция «Дорога памяти» всероссийская. Министерство обороны России запустило этот проект, чтобы увековечить память об участниках Великой Отечественной, тружениках тыла. Жители Новосибирской области могут приносить фото своих героев во все отделения почты. Документы тут же отправляют на оцифровку. Фотографию и анкету отправляют в Управление Федеральной почтовой связи в Новосибирск. Именно здесь наши сотрудники сканируют фотографии, выкладывают их на этот сайт, выкладывают также данные, которые были изложены в анкете, и после этого отправляют назад адресату. Добавлю, что отправка проходит в особом порядке. Мы отправляем их заказным письмом, служебной почтой, с соблюдением дополнительных мер предосторожности. Буквально из рук в руки передают эти фотографии, потому что во многих семьях это единственное, что осталось в память о героях. Все данные собирают на едином портале. Сейчас загружены почти 700 тысяч историй советских солдат, офицеров, партизан. Акция продлится до конца мая. Ксения Петренко, Артем Валевич, Новости ОТС. Приборные панели самолетов, радиотелефоны, противовоздушные прожекторы, все это и многое другое в годы Великой Отечественной войны производили в Новосибирске на эвакуированных из Москвы заводах. В рамках проекта «Тыл. Наша линия фронта» студенты Новосибирского радиоколледжа сегодня узнали о трудовых подвигах наших земляков. В 41-м в Сибирь отправились танки из коминтерна и электроагрегата. Работали на них женщины, пенсионеры и подростки. Анне Косачевой тогда было 14 на авиазаводе. Наравне со взрослыми она работала клепальщицей. В экспозиции рядом с ее валенками и фуфайкой, летный шлем, очки, кресло самолетов – все это делали сибиряки. И сегодня предприятия Новосибирска выполняют оборонный заказ. Например, радионачинку для ракетного комплекса С-400 производит тот же завод, который изготавливал в годы войны радиотелефоны. Проект «Тыл. Наша линия фронта» поддерживает Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия». После экскурсии по музею студенты соревновались в стрельбе. Самый меткий получил приз-энциклопедию о стрелковом оружии. Самое сложное – это была конкуренция между анагруппниками, когда ты просто стоишь, стреляешь из автомата и из пистолета. Из пистолета было самое сложное. Автовокзал «Новосибирска» расширяет маршрутный лист. Сегодня стало известно, на какие направления. В самое ближайшее время отправят пассажирский междугородний транспорт. Подробности в сюжете моих коллег. Ежедневно с автовокзала «Новосибирск-Главный» в путь отправляется порядка 170 пассажиров. Увеличивается и количество рейсов. Если в момент открытия автовокзала их было 25, то сейчас уже 61. Кроме рейсов внутри нашего региона, автобусы едут в соседние области и даже за границу. Главным называется автовокзал на Гусинобродском шоссе. Минокентий Новгородов – лыжник из Якутии. В Новосибирске он со своей командой две недели готовился на сборах и сегодня отправляется в Томск на соревнования. В год междугородными автобусами пользуются около полутора миллионов человек в числе международных направлений с 1 февраля Павлодар, Караганда, Тимиртау. Перед тем, как запустить автобус на маршрут, перевозчик обязан выполнить все предписанные законом процедуры и получить разрешающие документы. Мы можем гарантировать, что у такого перевозчика есть страховка, как минимум, что он прошел медицинский осмотр, водитель готов к совершению данного рейса и, соответственно, тем самым мы говорим пассажиру, пассажир не беспокойся, доедешь до места назначения. На всех автобусах, отправляющихся с Новосибирского автобокзала, установлена система навигации. Движение по маршруту отслеживают в режиме онлайн. И в случае нештатной ситуации, диспетчер сразу же связывается с оперативными службами. В перспективе – открытие популярных и востребованных направлений на Семипалатинске и Усть-Каменогорск. Станислав Блинов, Александр Егоров, Новости ОТС. Насколько стресс вредит здоровью? Почему люди порой ведут себя, как животные? А животные, наоборот, как люди. В Новосибирске прошли лекции Евгения Тимоновой, автора и ведущей программы «Все как у зверей». Наш корреспондент Анна Скок расскажет подробности. Стресс – это плохо или хорошо? Вредно для здоровья или полезно? Избегать стресса или не прятаться от него? Эти вопросы задает каждый. Оказывается, ученые уже нашли ответ. Если внешнего стресса не будет, мы начнем искать тревоги и сложные ситуации сами. Стресс – это комплексное явление, знакомое не только людям, но и животным. Нет в биологии вопроса «Зачем?», но как получились эти реакции, что такое стрессовая реакция, что, собственно, природа таким образом добивается, вот ответ на этот вопрос, он дает себе массу неожиданных ответов на то, что, собственно, делать с твоим стрессом. Евгению Тимонову пользователи «Рунета» знают много лет. Новосибирская журналистка сначала училась на биолога, но потом поняла. Ее призвание – рассказывать о науке так, чтобы было нескучно слушать даже тем, кто раньше никогда не интересовался ею. С дошкольного возраста меня всегда очень интересовали все формы жизни, помимо человеческой, которые были вокруг меня. Но поскольку каждый человек – это гиперсоциальное существо, и общение с ближними для нас – это первейшая ценность, то мне очень хотелось общаться с моими ближними про то, что мне на самом деле интересно. И я рассказывала про то, кто живет у нас в луже, кто там живет у нас в лесу, что делает эта птичка сейчас, и кто это побежал у нас в чащу. Из этого и вырос научно-популярный проект «Все как у зверей». Как говорит сама Тимонова, это программа о том, в кого люди такие. Мы не только испытываем тот же стресс, но и точно так же защищаем свою территорию, выбираем место жительства и даже любим одинаково. В основе нашего отношения к нашим домашним питомцам лежат те же самые паттерны, что и в основе нашего родительского поведения. Мы относимся к ним как к собственным детям. Слушают лекцию не только новосибирцы. Старшеклассник Кирилл специально приехал из Кемерово. Я смотрю «Все как у зверей» года два, наверное. И я просто в восторге от этого всего. И вообще я сам уже хочу стать будущим ученым. Я вообще генетикой хочу заниматься. И Евгения Тимонова очень хорошо вдохновляет меня. Кстати, причина популярности таких программ и лекций тоже в нашей животной природе. Один из способов испытывать меньше стрессов – это сделать свой мир ясным и предсказуемым. А научпоп как раз объясняет, что происходит вокруг нас. Анна Скок, Александр Миняйло, Новости ОТС. Испанские мотивы, русские народные песни и цыганские романцы в столице региона собрались участники международного музыкального фестиваля «Поиграем». Это воспитанники музыкальных школ со всего Сибирского федерального округа. А изюминка фестиваля в том, что те, кто покорит жюри в Новосибирске, поедут выступать во Францию. Юные музыканты буквально заполонили Центр культуры НГТУ. На первом этаже выступают гитаристы, на втором – баянисты и аккордеонисты, а на третьем ансамбле. В общей сложности за день жюри услышат 300 номеров, а сейчас в кабинете дети репетируют. До выступления считанные минуты, время отработать сложные элементы программы и морально настроиться на выступление. У музыкантов всего один шанс покорить жюри. Берчанин Сергей Шарко играет джаз. Композиция требует музыкального мастерства. От плавного скольжения по звукам до срыва струн. Перед выходом на сцену спокоен. За плечами уже около 20 российских и международных конкурсов. Естественно, выиграть с таким произведением, я думаю, это возможно. Я эту песню учу чуть более чем полгода. Если есть время, то, конечно, каждый день уделяю около часа-полутора. Если слишком занят, то могу через день. Сегодня прослушивают детей из области, завтра из мегаполиса, а затем из всего Сибирского федерального округа. За три дня фестиваля 26 часов непрерывного звучания мелодий. В жюри конкурса русские и зарубежные музыканты. Роман Жбанов приехал из Европы. Оценивает строго. Музыкальность, индивидуальность, артистизм. Ну и чтобы получать удовольствие и на сцене, и дарить удовольствие публике. Детям есть за что бороться. Главный приз – приглашение на международный музыкальный конкурс во Францию. А независимо от занятого места, талантливых ребят примечают преподаватели из музыкального колледжа и консерватории. Отличительная черта «Поиграем» – открытость. Подать заявку может любой ученик музыкальной школы, начиная с третьего класса. Организаторы вспоминают, в первом фестивале участвовали несколько десятков человек. Сейчас, в юбилейном, двадцатом, полторы тысячи. Как говорят члены жюри, это тот случай, когда главное – не победа. Важнее процесс подготовки к концерту и выход на большую сцену. Екатерина Стывко, Артем Валевич, Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 21 февраля. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и хороших вам предстоящих праздничных выходных. Здравствуйте. Прогноз на 22 февраля. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер западный 2-7 метра в секунду. Влажность 90%. Температура ночью и днем – минус 7, минус 5. В последующие двое суток ожидается небольшой снег. Температура воздуха в воскресенье – минус 6, минус 4. В понедельник – минус 8, минус 6. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!